значит всем добрый вечер дорогие друзья мое творческое имя анрика вербер я психолог исследователь всех тем запредельных тем которые касаются сознания человека и сегодня мы поговорим с вами о ресурсном мышлении и я дам вам очень простую технику которая поможет вам добраться до такого способа мышления которое называется инсайтовое озарение мы уже говорили с вами о том что год будет непростым и в этом году скорость будет решать все скорость принятия решения потому что те кто долго думают те кто долго принимает решение они будут всегда проигрывать потому что когда одни думают другие уже начинают действовать чтобы действовать нужно быть точно убежденным что вы действуете правильно но к сожалению у обычных людей критический ум всегда преобладает над инсайтами над допуском именно в то мышление где мы получаем пути к правильным решениям но древние оставили нам те способы как добраться туда в те технологии и найти способ получения вот этих инсайтовых открытий кое-что мы с вами разбирали когда я показывала вам как пользоваться лабиринтом тамплиеров сегодня я покажу вам еще более простую технику который сможет овладеть каждый если будет соблюдать все условия которые я вам сейчас скажу итак мы с вами говорили о том чтобы добраться до вот этого инсайтового мышления у нас в головном мозге есть некий такой орган который называется эпифис эпифис он очень маленький сейчас найду картинку что вам и показать этот эпифис немножко не это да вот он бренд в головном мозге вот этот маленький орган размером с рисовое зернышко и до 57 года эпифис считали вообще рудиментом его даже предлагали удалять но именно он отвечает за такие сверхспособности как на ясновидение яснознание третий глаз именно он помогает нам включить вот эти вот диапазоны нашего мозга как он это делает в минуту стрессовых ситуаций в минуту опасности вы знаете что вам всегда приходит правильное решение причем об этом вы даже не задумываетесь вы просто начинаете действовать откуда эти решения откуда вы знаете именно в минуту опасности в минуту стресса вам приходит самые неожиданное решение и они всегда верны не всегда правильны именно в эти мгновения и в эти минуты человек находится в самых чистых диапазонах в которых он действует абсолютно верно и никогда не ошибается что происходит в этот момент в этот момент вот это рисовое маленькое зернышко начинает увеличиваться как бы возбуждаться и превращаться в шишечку шишковидную железу и вот тут то уже на эту прекрасную шишечку нам уже идет огромное количество указаний из древности посмотрите будда вот это памятник шишковидной железе как невероятно это звучит но в ватикане то есть в ватикане памятник шишковидной железы не иисусу христу а именно шишковидной железе так вот в этот момент мы имеем соединение с высшим знанием мы имеем соединение с нашим гениальным основным мозгом, с нашим подсознанием. И если мы научимся заходить туда не в стрессовом состоянии, а запомним этот путь, разберём его, что всегда хранилось в тайне, вот тогда мы получим доступ к правильным решениям и к правильным поступкам. Это называется как раз техника инсайтового мышления, потому что эти все решения приходят к нам вспышкой, и мы точно знаем, что это верный путь, и начинаем действовать. Что же там такое ещё есть внутри? Внутри вот этого маленького рисового зёрнышка, оказывается, есть некий минерал-излучатель, гидроксиапатит. Гидроксиапатит, вот вы говорили тоже, гидроксиапатит. И вот этот гидроксиапатит, он как раз и является тем самым излучающим материалом, чьё излучение даёт нам необходимые диапазоны, перенастраивая все наши клетки нашего сознания на принятие верных решений, на принятого поступка и правильного видения. И вот тут же называется, у нас появляются крылья, у нас появляется кураж, и мы точно знаем, куда нам нужно двигаться. Мы уже не мечемся, путь у нас определён, и мы легко входим вот в эти состояния, если мы имеем доступ и имеем вот эти техники управления, раскрытия нашей шишковидной железы, превращая наш эпифис вот в такую действенную шишечку. И вот эта шишечка, она как раз и может менять очень многое в нашей жизни, и вполне возможно, что она и участвует и в перепрограммировании нашего сознания, в обретении новых качеств, в изменении судьбы, и в принятии решений, в слышании этих решений, которых уже мозг ваш нашёл миллиарды количеств, а ваше сознание никак не хочет их услышать или не может их услышать, в стрессе слышит, потому что в стрессе эпифис превращается в шишковидную железу. Так вот, как же нам без стресса добраться вот до этого прекрасного органа и превратить свой эпифис в шишковидную железу? На это тоже есть указание, потому что превращается он, распускаясь, как цветочек. И нам нужно только скопировать вот это вот распускание цветка. И есть так называемые пояса свободы, которые мы должны раскрыть, чтобы этот цветок распустился. Это семь поясов свободы, или ещё их называют чакрами. Чакровая система, да, человека, семь чакр, семь поясов свободы. Но, к сожалению, нам с вами показывают неправильный путь. Нам показывают путь поднятия энергии кундалини. Но это совсем другая история, это работа с нашей биоэнергетикой, когда мы поднимаемся снизу вверх. Но чтобы раскрыть эпифис, нужно раскрыться как цветок. То есть нужно раскрыться, а цветок всегда раскрывается от сердцевинки. И последними раскрываются нижние лепестки. Поэтому раскрытие семи вот этих вот диапазонов, семи вот этих поясов свободы, полная разблокировка и раскрытие как цветка должно происходить именно сверху вниз. Смотрите видео, как раскрывается цветок, потому что мы сейчас будем делать точно так же. Все цветки раскрываются одинаково. Поэтому, чтобы раскрыть эпифис, нужно настроиться сначала на верхней чакре, на сахасраре. Визуализировать ее как корону, как вот эту корневую чакру, где изображают корону. И сначала раскрыть ее. Это ваш первый шаг. Раскройте вот эту вот корону. И здесь очень главное, очень важно отследить все, что происходит в вашем теле. То есть раскрытие чакры означает, что у вас в теле не остается напряжение. Поэтому затылок должен быть полностью расслаблен. Все точки, вот эти вот головы, которые окружают нашу сахасрару чакру, так называемые баты, биологически активные точки, триггерные зоны, как угодно, они тоже должны раскрыться. Поэтому либо прикосновением легким, как перышко руки, либо внутренним движением своего сознания, внутренним взглядом, сначала раскройте вот эту верхнюю больницу, сахасрара чакры. Раскройте это первый путь. Дальше раскрывается аджна чакра. То, что у нас здесь, на третий глаз, очень важное место. И вы знаете, у нас очень важное есть такое место, когда человеку страшно, он закрывает вот так глаза, да, то есть он начинает прятаться, ладошками закрывает глаза, тем самым убирая руки, он раскрывает аджна чакру. И это тоже раскрытие. У нас все движения в стрессе, они очень правильные. Поэтому раскрываем аджна чакру, всю эту вот область, и убираем все-все-все напряжение с головы. Вот зона вишудха чакры, они непременно, очень важно раскрыть горло. Убрать все напряжение, чтобы в зелени оставалось ни одного блока. При этом помните, что у вас уже макушка раскрыта, и мы ее держим. В раскрывшемся состоянии аджна раскрыта, и мы ее держим. Вишудха раскрывается, раскрывается головая чакра, раскрывается сердце, анахата чакры, начинает дышать, потому что уходят блоки, уходят напряжение, страхи. Самое главное, когда это все будет выходить, не нужно за этим наблюдать, не нужно смотреть, что там, как там, не направлять по ней энергии, не свое внимание, вы просто раскрываетесь, как цветок убираясь. Дух, убирая напряжение, восстанавливая все поврежденные диапазоны. Раскрывается манипура чакра, район солнечного сплетения, живутка. Раскрывается спадхистана, нижняя чакра манипура, вот эта вот корневая, самый низ от ножек, распускается последней, и прескрываетесь. И еще раз попробуйте сделать эту практику, теперь просто мгновенно, вспышкой, раскрытие корневой чакры, аджи, вишутхи, анахаты, манипуры, свадхистан, манхары, все чакры раскрылись одновременно. И попробуйте удержать это состояние, потому что только в этом состоянии, выдерживая нервы, раскрытые снизу тела, которые у меня напряжение перед руками, вы сможете управлять на свою судьбу, управлять на другие дни, и принять верное решение. Именно это происходит в состоянии стресса, когда открываются самые важные и самые чистые дыхания. Почувствуйте, как меняется дыхание, раскрывается позвоночник, и каждый позвонок раскрывается плящий звонок, бывая диагноза, в состоянии, вспышкой, можете бросить туда свои вопросы, получите, озарение, вспышкой, так делается открытие. В это состояние мы с вами входим, когда входим в сон, так, как распускается цветок сверху, внизу. И вот это самый короткий путь к нашему гениальному. Это самый короткий путь к открытию. Это самый короткий путь к своему здоровью, потому что там находится исцеляющий биопазон. Это самый короткий путь к тому, чтобы очень быстро что-то изменить в своей жизни, очень быстро приобрести и не зимниваться. Потому что самое главное, когда раскрывается шишковинная низа, это уверенность в себе и огромное другое. Убирайте с тела весь, даже самый малейший сконцентный путь. Это так важно слышать то, что говорит по каждому для этого необходимо уверенность. Уверенность в своих силах, в своих возможностях, в своих возможностях. Добейтесь полного раскрытия яркой, яркой вспышкой. раскрылись все лепестки и задерживайте внимание в своей коронной чакле. Именно оттуда приходите на подержание вспышкой, с шелчком пальца. Попробуйте наработать, это делается моментально. А еще лучше не выходить из этого состояния в режиме 24-й высоты. И тогда эта практика помнить и безмель ваше жизнь, ваше ситуация и отношение к вам и ваше отношение к вам. ваше исправите. ваше 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 запредсdireтное и и ваше и ваше 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 такая простая но очень действенная методика как добраться до своего гениального мозга. Ну, если вы хотите знать более подробно, или разобрать действительно как целое, как устроен мир, и почему эта техника работает именно так, приходите на нашу закрытую метеорбалет-группу, в открытые занятия, в разнообразные семинары и вебинары, подписывайтесь на наш канал, потому что там закрыты тоже ролики и технологии, те, которые, ну, почему-то решили держать в секрете, никому не рассказывать. Но, тем не менее, мы рассказываем очень подробно и очень много. Затем ясно. С вами была Анрика Вербер, психолог и с ней работник. Взгляды на все в области человеческого сознания. И помните, управлять можно лишь возможно. Потому что если вы что-то не познали, то вы не способны это управлять. Поэтому управляют вам в одном пространстве, как и в том, где знали. И я желаю вам счастливы.